Подсказать верное решение и взвесить плюсы и минусы будущей профессии своего ребёнка – важная задача мамы и папы. Накануне на родительском собрании обсудили тему профобучения учащихся. О возможностях учреждения образования Бобруйска с аудиторией поговорила заместитель начальника управления по образованию Бобруйского госполкома Оксана Борисевич. Городское родительское собрание сегодня посвящено теме профессиональное обучение учащих 10-11 классов. О том, как не ошибиться в выборе профессии, мы сегодня будем говорить в нашем родительском собрании. Врачи, продавцы и швеи. Сегодня учреждения образования города предлагают самые востребованные профессии. Во время родительского собрания перед аудиторией провели несколько мастер-классов. Учащиеся оригинально оформляли блюда, делали макияж и занимались праздничной упаковкой товаров. Подробнее с деятельностью учебных заведений родители смогли ознакомиться прямо перед собранием. Во-первых, у нас очень хорошие специальности, а во-вторых, у нас проходит репетиционное тестирование, и затем на нашей базе проходит централизованное тестирование. Поэтому народ интересуется, мы раздаем рекламные проспекты, рекламки, визитки. И, в общем-то, всем рады. У нас есть два уровня образования. Мы гарантируем для уровня среднего специального образования стипендию ежемесячную. Мы гарантируем для уровня профессионально-технического образования организацию, ежедневную организацию питания. Это обеды, стопроцентное заселение в общежитии, все возможные кружки и секции. Подарки и внимание. В рамках городского родительского собрания педагоги приняли участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети», которая стартовала в стране два дня назад. Все подарки передадут воспитанникам Бобруйского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Татьяна Касьян, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.